Один из самых северных гранитных памятников установлен в Ненинском округе. В годовщину 70-летия Победы монумент ветерану Великой Отечественной появился в Канинской тундре. Он проделал длинный путь по воде из Архангельска Донесея к месту захоронения. Обелиск доставили вертолетом. По маршруту проследовала моя коллега Валентина Чебичук. Внеплановый рейс для села всегда небольшой праздник, особенно когда он летит в стойбище за десятки километров от Неси. Там, у самого побережья Баренцева и Белого морей, кочуют бригады двух кооперативов – Восход и общины Канин. Этот вертолет – шанс отправить родным самое необходимое – продукты, медикаменты, вещи и памятник семьи Латышевых. Они отправляются в шестую бригаду, где был похоронен ветеран Великой Отечественной Иван Латышев. В шестой бригаде я был, а здесь проходили. В то время его не стало было, когда шестой я был, а сейчас я нахожусь в пятой. Тут сын похоронен у него, отца у меня. Тут, как он будет-то, тетка что-ли будет ему. На небольшом кургане покоятся члены большого оленеводческого рода. Убранства скромные. У ненцев не принято украшать могилы. Деревянный крест с инициалами и датой жизни. На поминки ходят по возможности. Кладбище располагается у сопки Анорха. Это практически на побережье Баренцева моря. От ближайшей оленеводческой стоянки пять часов езды на упряжке. Из Неси только на вертолете. Раньше, когда еще я в детстве была, в тундре жили. И по этому маршруту наша бригада кочевала. Но, честно скажу, я ни разу здесь не была. Почему-то нас сюда или все время было некогда не привозили. А так сестра, буквально у них маршрут у четвертой бригады рядышком проходит. Они приезжают, вот они крестик даже подкрашивали. Теперь перед крестом стоит гранитная плита. Ей уже не страшны ни ветер, ни мороз, ни дожди. Приезжающие мимо пастухи всегда поймут разборчивые надписи. В памятник Латышеву Ивану Макаровичу первый в тундре мемориал ветерану Отечественной войны. Уроженец Канинской тундры воевал на Втором Корейском фронте. Прошел всю войну и получил не одну награду. После демобилизации вернулся в родную Канинскую тундру. Похоронен здесь же, на Ниньском кладбище, где проводят последний путь всех оленеводов. В год 70-летия Победы небольшой памятник возвысится над могилой каждого ветерана, захороненного на территории Ниньского округа. В зависимости от даты смерти, средства на установку обелиска выделяет округ или федерация. Всего с 2012 года было изготовлено более 350 памятников. Они установлены в населенных пунктах и на Ренмаре. Теперь в этом списке значится и сопка Анорха у мыса Канин-Нос.